В актовом зале электротехнологического техникума прошел ежегодный районный конкурс ЮНГ «Алые паруса», приуроченный к месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В нем приняли участие 10 команд. Это учащиеся начальных классов и просто любители морской тематики. В конкурс ЮНГ ребята начали готовиться заранее. Многие из них не только учат азы морского дела, но и своими руками создают модели кораблей и бригантин, а также картины с морскими пейзажами. Некоторые они представили на выставке, которая открылась перед началом соревнований. Что касается самого конкурса, то для того, чтобы стать победителем, юным морякам пришлось пройти немало испытаний. В первом конкурсе им предстояло представить свои команды. Смело и ловко юные моряки выступили в состязании капитанов. Ты морячка, я моря, ты рыбачка, я ливан, ты на суши, я на море, ты седешься ливан. Разыгралась нешуточная борьба в конкурсах вязания морских узлов и перетягивания каната. По словам руководителя клуба юных моряков фрегат Александра Кравчины, главная задача таких состязаний – научить малышей сплоченности, взаимовыручки, работать в команде. Вы же знаете, что такое морская дружба. Вот я и хочу, чтобы детвора со второго, с третьего класса уже начинали дружить вместе с собой. Среди участниц конкурса «Юнг» было немало и представительниц прекрасной половины человечества. Впрочем, в истории известны случаи, когда и женщины покоряли моря. Так, первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания стала Анна Щетинина, которой удалось провести корабль из Гамбурга через полярные льды на Дальний Восток. Сегодня ее тезка Анна Бородей, участница команды «Чайка» из школы номер 5, тоже считает, что не только мужчины могут стать моряками. Анна уверена, благодаря долгим тренировкам и любви к тому, что делаешь, можно легко стать победителями. Мы каждый день были на тренировках, каждый день пели, изучали новые песни. Мы надеемся победить в этом курсе, потому что мы сильнее всех, мы лучше выступаем, нас больше. Жюри, в состав которого вошли участники морского собрания города Славенска на Кубани, не только присвоила командам призовые места, но и определила лучших болельщиков. А победа в конкурсе досталась юнгам из пятой школы. Первое место разделили сразу две команды «Чайка» и «Алые паруса». «Бригантина» из 17-й школы оказалась на втором месте. Бронзовыми призерами стали также две команды «Гюй» из лицея номер 1 и «Полный вперед» из школы номер 18. Дина Капычевская, Георгий Калинин, программа «События».